Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале БукТВ. Добрый вечер, друзья! Нашу программу мы посвящаем каждому из вас, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали вашу жизнь здоровой и по-настоящему яркой и интересной. Как утверждают ученые, более 80% информации об окружающем мире человек получает посредством органа зрения. И действительно, в современном мире для большинства людей огромное значение имеет зрение, которое во многом определяет качество жизни человека, его интеграцию в общество, что поможет сохранить зрение, как не навредить глазам, что делать, если проблема уже есть. На эти и другие вопросы сегодня ответит мой гость, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза клиники «Новое зрение» в Бресте Илья Петрович Снопок. Здравствуйте! Здравствуйте, Лариса! Илья Петрович Снопок – врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза в городе Бресте. Стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках в Швейцарии, Англии, Литвы и Украине. Илья Петрович, я очень рада видеть вас в нашей студии. Мне очень нравится с вами разговаривать. Вы грамотный человек, вы профессионал своего дела, поэтому я задаю вам первый вопрос. С какими вопросами, с какими проблемами обращаются к вам пациенты? Действительно, в современном мире очень выросла нагрузка на глаза. Трудно представить себе профессию, которая не компьютеризирована. Человек работает с большим массивом информации. Зачастую на работе он сталкивается не просто с компьютером, а сейчас уже с компьютером, мобильным телефоном и планшетом. Соответственно, растет количество людей, которые имеют аномалию рефракции – близорукость, дальнозоркость, либо астигматизм. Плюс не будем забывать и про возрастные заболевания глаз, таких как катаракту, глоукома и дистрофию сычатки. Илья Петрович, то, что в клинике новое зрение помогают восстановить, помогают вернуть зрение жителям нашего края Берестейского, и не только, уже хорошо известны, они осведомлены об этом. Я вам предлагаю послушать отзывы о клинике новое зрение. Я водитель со стажем, стало садиться зрение. Увидев программу «Новое зрение» по Бук-ТВ, думаю, если будет зрение ухудшаться, обязательно обращусь в клинику «Новое зрение». У меня плохое зрение, причем вижу я плохо с самого детства. И я узнала, что в нашем городе функционирует, успешно функционирует клиника «Новое зрение». Многие знакомые уже туда обращались, приводили своих детей, остались очень довольны. Я думаю, что я тоже в скором времени обязательно туда обращусь. Я надеюсь, что у меня будет мое «Новое зрение». Илья Петрович, прекрасные отзывы. Приятно слышать, что труд врачей «Нового зрения» настолько востребован. Но я хочу вернуться к теме нашей программы, сакцентировать на этой теме. Все чаще мы слышим о лазерной коррекции зрения. Что это за операция? Насколько она эффективна? Современная офтальмология получила мощнейший толчок в своем развитии благодаря развитию лазерных технологий. Прежде всего, это эксимерные лазеры, которые позволяют перепрофилировать роговицу с микронной точностью и создать из нее именно ту линзу, которая компенсирует все оптические особенности глаза. Суть операции в изменении преломляющей силы роговицы путем изменения ее профиля в центральной, наиболее оптически значимой части. Задача – получить максимально точно рассчитанный параметр рефракции, то значение преломления света, при котором он попадает прямо в центр сетчатки, в окулярную зону. Когда это происходит, для пациента термины «близорукость», «дальнозоркость» либо «стигматизм» перестают существовать. Наша клиника укомплектована оборудованием новейшего поколения, что позволяет избавить от очков практически каждого пациента. Сейчас найти человека, которому процедура противопоказана, крайне сложно. Можно без риска осложнений прооперировать и минус 15, и плюс 6, и астигматизм до 6 диоб 3 и выше. Хочется отметить, что благодаря диагностической аппаратуре и лазерным установкам последнего поколения мы можем достаточно точно рассчитать не только прогноз после операции, но и течение послеоперационного периода, его длительность, периодичность контрольных осмотров. Благодаря этим методам большее количество пациентов, которым раньше в коррекции отказывали, теперь могут снять очки или контактные линзы. На данном этапе рассчитывается не только индивидуальная программа коррекции, но и рассчитывается индивидуальная программа реабилитации для каждого пациента. То есть мы можем с точностью до дня сказать, когда пациенту можно водить автомобиль, когда можно приступать к трудовой деятельности, когда можно лететь в отпуск на море. Илья Петрович, от слов перейдем к просмотру. Героиня нашего материала – ваша недавняя пациентка Татьяна. Наша съемочная группа встретилась с девушкой. Давайте посмотрим, что говорит она, Татьяна, о жизни до и после операции. Активно, жизнелюбиво, востребована в профессию, умница и красавица. Это все о нашей героине Татьяне Кунцевич. Девушка работает в Брестском отделении Белорусской железной дороги, заместителем начальника отдела организационного обеспечения. Все достаточно успешно складывается в ее жизни. Было лишь одно «но», которое мешало, создавало достаточно серьезный дискомфорт. Это «но» зрение. Минус 4. Решилась на лазерную коррекцию и обратилась в клинику «Новое зрение». Расскажите, пожалуйста, о том, какой ваша жизнь была до того, как вы сделали операцию в «Новом зрении». Знаете, мне кажется, каждый меня поймет, кто сталкивался с моими проблемами. Это минус 4. Это без очков и без линз абсолютно ничего не видно. Не узнаешь людей на улицах, не видишь номеров, автобусов и всего остального. Конечно, жизнь была очень, скажем так, ну не буду говорить сложная, но определенные трудности были. Дискомфорт такой это все выставляло. Абсолютный дискомфорт, да. А вот вы-то говорите работа. А где работаете? Я работаю в Рейском отделении Белорусской железной дороги, заместителем начальника отдела организационного обеспечения. И на 90% моя работа связана с работой за компьютером. Поэтому в конце дня и приходилось и оставаться после работы где-то. Постоянно смотришь в монитор и ощущаешь зрительное напряжение, потому что все-таки в очках 8 часов, 9 часов это очень сложно находиться. Головные боли были, потому что, ну опять же, зрительное напряжение. Татьяна, как мы уже отмечали, востребованный человек. Помимо деятельности на железной дороге, она активно занимается модельным бизнесом. Сама модель с большим опытом работы. Сегодня она является сотрудником модельного агентства «Подиум». Готовит юных брещанок к карьере в фэшн-индустрии. Она выступает в роли организатора конкурса «Мини-мисс Бреста». Точный, наметанный глаз, индивидуальный подход к каждому ребенку – уследить за каждым и за всеми сразу. Здесь зрение просто необходимо. Там зрение ведь тоже очень нужно. Вы знаете, оно нужно абсолютно везде. Абсолютно везде. И там, конечно, это детки. Нужно их видеть, нужно их запомнить. А когда минус 4, вы знаете, они все на одно лицо. Или размытые такие. Да, или размытые. Конечно, зрение нужно везде. И такому человеку, как я, который ведет активный образ жизни, оно было очень необходимо. Проблему необходимо устранять. Это Татьяна поняла давно. Но все как-то не решалось прибегнуть к коррекции. И тут о случае. И здесь я узнаю, что у нас открылся филиал. Достаточно недавно, полгода. И решаюсь пойти на обследование, да. И? Вы знаете, все настолько быстро, четко. Обследование тут же провели. И сказали, нет никаких противопоказаний. Делайте. И что хочу еще сказать. Вот очень грамотно охарактеризовал доктор, который нас смотрел после операции уже. Он сказал, что каждый, кто сделает лазерную коррекцию, он спросит себя, почему же я не сделал этого раньше. Вы знаете, абсолютно точно. Спросила сама себя. Вот 10 лет я думала про лазерную коррекцию. И когда сделала здесь, у нас в Бресте, я подумала, боже, ну почему же я не сделала этого раньше. Это здорово, Илья Петрович. У Татьяны в буквальном смысле слова жизнь заиграла новыми красками. И все эти изменения происходят благодаря лазерной коррекции. Потрясающе. Подводя итог под вышесказанным, можно сказать, что лазерная коррекция – это минимально инвазивная процедура для роговицы с долгим прогнозируемым эффектом. Также стоит отметить, что это хорошо исследованный метод. Лазерные коррекции уже выполняют на протяжении полутора поколений. Дарья Петрович, я предлагаю нашим телезрителям попасть благодаря телевидению к вам на приём и убедиться, что наша героиня Татьяна видит сегодня прекрасно. Давайте вместе посмотрим. Клинику «Новое зрение» Татьяна Кунцевич сегодня идёт уже без боязни. Запланированный осмотр – это лишь часть послеоперационной реабилитации. За пациентами доктора центра следят долгое время, контролируя и заботясь одновременно. Такова политика в термологической клинике «Новое зрение». Татьяна Андреевна, как себя чувствуете? Вы знаете, Леонид Петрович, я настолько счастлива, потому что это новое восприятие мира. Я настолько интересно стала себя ощущать в пространстве. И за 10 лет я точно не помню, чтобы со мной такое было. Вы подарили мне радость, вы подарили мне вот эти невероятные эмоции от того, что всё так чётко, я вижу всех людей, я вижу такие мелочи, как черепица на крыше, она прекрасная. Я абсолютно всё рассматриваю везде. И поверьте, это настолько замечательно. Спасибо вам большое, потому что вы дарите нам новое ощущение и новое восприятие себя в этом мире. И это, поверьте, это просто замечательно. Вы волшебник. Мы очень рады, что наша клиника вам понравилась, и то, что мы вам помогли. Будем рады видеть здесь вас впредь хотя бы раз в год. Теперь понятно, почему пациенты выбирают новое зрение. Илья Петрович, а какие новинки в области лазерной коррекции вы сегодня предлагаете? Мы стремимся к максимальной точности и персонализации самой процедуры. На данный момент мы выполняем персонализированную топографически ориентированную абляцию. Лазер учитывает уже не один снимок роговицы, а шесть. И сама абляция удаления клеток выполняется по 22 тысячам точек. Илья Петрович, а какой результат такого подхода? Можно сказать, что эксимер-лазерные вмешательства, проводимые в нашей клинике, имеют максимальный комфорт для пациента. Очень точно рассчитанный результат. Острота зрения равной единице – это, скорее, нижняя граница для нас. Зачастую мы получаем результат даже выше. Сама операция длится не более 5 минут. Работа лазера занимает 10-15 секунд, всё остальное – подготовительные этапы. Далее пациент ожидает контрольного осмотра около 20 минут и потом его отпускают. Восстановительный период сокращен максимально. Большинство пациентов получают высокую остроту зрения уже к вечеру или на следующий день после операции. Илья Петрович, не так давно я разговаривала со своей приятельницей, у которой сахарный диабет. Две дамы говорили, конечно, обо всём, в том числе и о здоровье. Так вот, один из вопросов моей собеседницы я озвучу. Может ли лазер вернуть зрение пациентам с сахарным диабетом? Действительно, сахарный диабет может вызвать серьёзные нарушения сосудистого русла сетчатки. Связано это с длительным нарушением метаболизма глюкозы. Со временем на сетчатке образуются зоны ишемии, пониженного питания, на которые глаз начинает реагировать особым образом, выделяя специальные вещества, которые стимулируют рост новообразованных сосудов. Если этот процесс не остановить, то мы можем иметь такие серьёзные осложнения, как гемофтальм, попадание крови в стекловидное тело, отслойку сетчатки и стойкий макулярный отёк. Общепринятая тактика при такой патологии – это комбинация двух методов. Введение внутрь глаза специальных веществ, ингибиторов ангиогенеза, которые препятствуют росту новообразованных сосудов, и лазерное лечение сетчатки. Одним словом, помочь можно. Да. Можно. Комбинация этих двух методов и правильное динамическое наблюдение может сохранить зрение на долгие годы. Илья Петрович, спасибо вам большое за столь исчерпывающий разговор. А я хочу отметить, что безупречное качество, офтальмологическая помощь в диагностике и хирургии обеспечивают работу всей команды клиники «Новое зрение». Дорогие телезрители, важно помнить, только вовремя диагностированная патология и ранняя хирургия являются гарантом сохранения вашего зрения на долгие-долгие годы. Призла пора прощаться, но помните, всегда есть что противопоставить недугу. Вам здоровья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин